нет как с точки зрения техники вам кажется удобнее так и делайте спецтехнологическому оборудованию пропустили вопрос спецтехнологическому оборудованию синтек по времени 1.00 если вам для вторым нужно разработать свое оборудование вы можете его разработать и положить эти расходы в расход на создание vtrm это не ограничивается просто нужно будет как бы сделать постичную записку что вы конкретно разработали и зачем спасибо вопрос еще какое количество российских каналов допускается на ограничения нету но вообще в целом если есть российский аналог то скорее всего ваш проект подвержен не будет если он если ваш продукт не лучше чем российский аналог как-то не выделяется от него к чем-то не отстраивается скажем так коллеги а такой вопрос а если грубо говоря в рамках текущего конкурса будет подаваться несколько проектов но грубо говоря на одно одно и то же вот аналог то есть это как будет рассматриваться это экспертный совет и он рассматривает да 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 то есть то есть до сих пор этого нет но вот мы вот например знаем что вот ну еще две компании собираются подаваться также ну тут скорее тогда я буду смотреть на компании которые подаются то есть насколько они располагают научно-техническим заделом производственной базой сотрудниками прочим прочим насколько они известны и так далее то уж скорее вопрос не к проекту а к компании их экспертом больше ну как бы субъективно коллеги здравствуйте можно спросить доступен да там российский но купить его невозможно там технологический цикл там полторы тысячи дней то есть равно как бы это не будет никак учиться все равно считает что у нас есть доступны правильно понимаю не но вы смотрите вы в анализе конкурентоспособности в рамках презентации как бы сделать на этом акцент дальше как бы это решение эксперта понятно что как бы есть и в россии в российском реестре там и в перечне икб много продукции которые как бы на бумаге есть а по факту ее нет естественно это надо сделать акцент это будет явно учтено экспертами понятно спасибо коллеги вроде чатом прочитали соответственно просто еще то если кто-то голосом еще желает задать вопрос пожалуйста если нет то тогда закругляться у меня еще раз добрый день это евгений лэмстэ у меня еще один вопрос как у новичка в бизнес плане есть среди всех необходимых показателей как раз выручка чистая прибыль и срок окупаемости комплексного проекта вот этот показатель он считается расчетным мы просто рассчитали и показали через сколько лет примерно окупится наш проект или все-таки это отчетный показатель и мы должны так скажем грубо скажем мы сейчас планируем пять лет проект но он у нас не выходит не окупается за этот период но вся продукция будет уже планируется что будет выведена в серию либо мы должны его до семи лет обязательно тогда увеличивать и просчитывать не 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 акупается ли за семь лет смотрите окупаемость проекта это показатель исключительно который используется для оценки заявки то есть потом по ходу выполнения проекта никто не мониторит вашу окупаемость там отслеживается только показатели по выручке созданию рабочих мест там и это просто у нас расчетный показатель понятно у меня еще есть вопросы по составлению справок необходимые справки о численности работников сотрудников и естественно у нашего сотрудника кадровика возник вопрос допустим справки непосредственно мы указываем штатное количество сотрудников или списочная вы имеете про справку с опытом с образованием да все верно да но тут вы можете укажи указать указать текущие штатные списочные да а в самом бизнес-плане указывается средне списочные по прошлому году это там где у нас три года указывается правильно ли я понимаю что у нас максимальный срок вообще проведения всего комплексного проекта 7 лет мы запланировали 4 года допустим на разработку и производство опытных партий и первой серии 4 года пятый год у нас допустим запланирован просто производства уже без вложений субсидий так можно или нам необходимо можно можно нам нет необходимости да просчитывать и дополнительные годы да да вы можете как угодно варьировать в рамках этих ограничений то есть вы можете делать разработку два года там пять лет продавать потом это не критично это не критично по производству если у нас планируется производство линейки модулей имеющих свои так скажем особенности непосредственно под заказчика когда мы формируем нам описание необходимо на каждый конкретный отдельные модуль или все-таки общее какое-то должно быть вам нужно во первых если вы заявляете линейку вам нужно заявить то есть каждый конкретный вид вашей продукции иначе вы за честь не сможете если у вас будут какие-то ответвления по характеристикам от заявленного продукта а если у вас нет основания вы можете делать это все в одном документе получается при реализации мы точно так же так вот как уже проговаривалось что через дополнительные фирмы мы можем реализовывать непосредственно модуль или кб да и брать это в зачет а потом уже так скажем в дальнейшем вставлять уже в какой-то в какую-то аппаратуру только при продаже непосредственно модули или кб да ну да да конечно конечно нельзя да так приписать в договоре что мы продаем уже скажем что то готовое и указываем отдельно эти модули вводящие в состав теоретически это возможно такая практика есть но там есть ряд нюансов которые нужно учесть там просто мы сейчас если с вами будем обсуждать надолго уйдем если это не кредит ну это крайне крайне как бы непросто будет прямо сразу скажу это обосновать показать тогда это опять же связано так скажем с отчетностью да и с подтверждающими документами потому что ну как бы изначально в принципе не предполагается продажи изделия в составе которого разрабатывал продукт соответственно продавать продукцию проекта уже крайне сложно это подтвердить опять же правильно выделить опять же стоимость определить это часть изделия от общего конечно не будем это вдаваться в подробно давайте чат еще почитаем какие-то вопросы новые пришли да соответственно вопрос от анастасии общинниковой про 50 процентов затрат по аренде оборудования совершенно все верно вы пишете если аренда оборудования 100 рублей то вы 50 рублей можете просубсидировать и 50 рублей показать за счет вне бюджета как оценивается свидетельство топологии регистрации регистрации топологии вроде бы оценивается в как на также как полезная модель насколько я помню вот чтобы зачет от продажи третьей фирмы какие документы мы должны быть предоставить вам нужно будет предоставить соответственно сначала договор вас с вот этой организации которая выполняет функции продавца производителя вам нужно будет предоставить документы подтверждающие факт производства продукции производителем и соответственно всю первичку подтверждающую продажу этой продукции этим производителем в качестве может ли в качестве единственного компонента выступать разработанная плата в принципе может можно ли на выполнение окра выбрать иностранную компанию белорусскую или другую из страны снг тут смотрите какой вопрос достаточно сложный теоретически возможно но теперь в постановлении написано что разработка должна проводиться на территории российской федерации поэтому скорее всего вот в определении комплексного проекта написано что выполнение что комплексом проект включает в себя научно-исследовательские опытные конструкции технологические работы по созданию продукции которые выполняет на территории российской федерации соответственно если трактовать в лоб то вы можете нанять белорусов которые будут на территории российской федерации что-то делать вот но вопрос сложный это уже лучше процессе исполнения проекта если вы получите субсидию уточнять умен промоторка как не к этому будет относиться скорее всего негативно коллеги собственно вопросов в чате я больше не вижу еще раз там возможность задать голосом если нет то тогда мы будем закругляться коллеги то по вопросу уточняющего вот еще раз вот составные части да вот производимой продукции планируемых разработки это стены части камеры видеонаблюдения модули там платы питания там процессор и так далее вот если мы говорим что нами разработана к дэшку на модуле данного покупаем что мы понимаем что там часть электронной компании табан закупается на территории рф там частью иностранных партнеров вот и здесь на территории там шляется разработка готового электронного модуля то мы все таки отмож three или нет вам нужно хотя бы один коль компонент разработать какое-то компонент 8 load of компоненты разработаны эту функциональность то понимаем на не может раски какой-то резистор один до endlich BA да и тогда и тогда в случае если есть какой-нибудь компонент разработан сами мы можем субсидировать уже готовые модули созданные на его на его основе так да благодарю спасибо коллеги как-то можно презентацию получить которая сегодня демонстрировалась да можно уточнить вот вы сказали что в чате отвечали на вопросы да и сказали что печатная плата может быть признана разрабатываем электронным компонентом тут смотрите тоже смотря как платят на птица если она 26 2 насколько я помню звучит печатные платы смонтированные вот вместо ответ с определением у нас все два что компоненты что то есть один нас значит вашей 12 тоже относится к электронного компонента я выращаюсь к вопрос на который там уже обсуждали там с коллегой опять же формально это подойдет на бумаге да то есть так как уже на это эксперт посмотрит это другой вопрос формально это подходит почему нет ну и она пройдет фактически формальную проверку а там уже выбора не будет они все равно сделают поставят там ноль баллов если сочтут достаточным то нет формально как день ноль баллов то поставят это же отсекающий критерий это же на входе получиться проверить но даже если бы да либо нет это соответствие формально проверки а дальше уже пойдет просто пойду оценка не там в лечке nto есть как бы это нулевой критерий о соответствии проекта тематика постановления есть там насколько я помню там какое-то количество экспертов говорят что проект не подходит просто остальные баллы не выставляет такое исключение коллеги вопроса если нет у меня еще один вопрос есть это евгения лэмст и опыт вопрос и тогда будем завершать уже наши мероприятия в опыта организации что можно взять у нас есть разработки совместно с институтом проведенные еще в восемнадцатом девятнадцатом годах результатом этих разработок мы получили рид для пользования на основании этих рид мы произвели какую-то продукцию но она так скажем все в серийное производство по-моему даже не пошла можно ли это использовать как опыт организации но смотрите вы заявляете опыт все что можете все заявлять там дальше эксперты рассмотрят за то что вы заявите непрофильный опыт вас нет планет я понимаю что да это как раз отсекающий момент что если мы не покажем и что-либо в опыту вообще не попадем если приводились научные разработки договоры окр на основании технических заданий можно ли такое брать в опыт можете я же говорю берите все что как бы вам кажется похоже у хуже от этого не будет там дальше знающие люди минком торги разберутся получается мы можем да свои научные договоры которые по их заданию заказчика делали если у них итогом было какой-нибудь полезный продукт или ноу-хау и дальше использовалось да это все можно в опыту хорошо спасибо коллеги что является дата окончания комплексного проекта это выход на серию то есть как только мы вышли на серийное производство и продажу это можно считать окончания нет 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 окончания проекта это когда вы на продавали столько сколько заявили то есть вам нужно не только выйти в серию но еще и продавать какое-то время чтобы закрыть показатель по объему выручки которые вы планируете ну и иные показатели то есть в течение вот этого срока мы субсидию тратим только на разработку но собственные средства можем до конца этого срока тратить показывать да ну что понятно хорошо спасибо большое все коллеги тогда благодарим всех собравшихся еще раз повторюсь если какие-то отдельные вопросы вспомнится или там что-то нужно будет отдельно проговорить от контакта скидывал нашего коллеги нового сотрудника пожалуйста брать